Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Выговаривает какое-то недовольствие, но мы просто дали ему отдохнуть. И сегодня у нас серия стартует матчем против Ромы. Как мы видим, довольно много команд выиграло первых своих два тура. Как и мы, выиграли Наполи, Интер, Толернитана, Ювентус, Лацо и Фиорентино. То есть, внушительная конкуренция ждет нас в этом сезоне. Ну а вы, ребят, усадывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, если здесь впервые. Обязательно, ребята, залетайте в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей, анонсов, уведомлений о сериях, о стримах. Все будет под рукой. Там же, в закрепленном комментарии, есть ссылка на мой твич-канал, где у нас проходят стримы. А также есть ссылка на мой второй канал с прохождениями. Название Фандом Лига, там у нас сюжетные игры, всем буду рад. Вот состав Ромы, довольно низкий центр обороны, у них три центральных защитника, два фланговых опущены, тоже низко. В центре поля довольно неплохие ребята собрались, но и на 3 атаки Лукаку, Таран и Азмун, который может найти свой момент в любой ситуации. Ну а вот состав нашей команды, у нас новичок Галлахер сегодня с первых минут, Бен Асер выходит, Чуквезе. Дал я шанс сегодня Оливье Жеру, потому что Шешку немножко подуставший, как раз он выйдет ближе к концу, под усталость соперника и надеюсь, что будет рвать. Ну и ребята, погнали. Вот и первое испытание для нашего клуба. Мы встречаемся с Ромой, при том, что мы приехали к ним в гости. И уже совсем скоро у нас стартует, ребята, Лига Чемпионов. Показывают нам Азмуна, Аладина Итальянской Лиги, бывшего игрока Зенита, ну и, конечно же, Ромео Лукаку. Ну и куда без Лиау? Это тоже, ребята, очень-очень важный игрок на футбольном поле. Ну и поехали. А Оливье Жеру сегодня может тоже удивить. Этот парень иногда бывает забивает такие не самые однозначные голы. Сейчас неплохо. Рома уже залетела в нашу штрафную. Тамори здесь пытается сдержать соперника. Передача дальше. Скидка в центр. Ренату Санчеш. Сердар Азмун бьет поворотом. Вот и первый момент. Аладин ударил. И Аладин мог забить. Рома пока свои пять защитников действует очень, ребята, здорово. Передача в центр. Деляо мяч не доходит. Не тут же. Тут же Ромео Лукаку. Против него Тамори. Два таких мощных парня встречаются. На фланге. Но пока Ромео Лукаку протаскивает мяч сам. Тео Эрнандес вступает в отбор. Не получилось. Бьет Лукаку. Но это настоящая машина, ребята. Играет снова на Ляо. Ляо играет на Кьяйра. Кьяйр получился... Подключился в центре. Заработал штрафной. Но не знаю. Снова команда начинает в некоторых эпизодах играть как-то сама по себе. Кьяйр. Мощный удар поворотом. Мяч рикошетит. И это штрафной. Ляо берет мощный разбег. Бьет поворотом. И вытаскивает из самой девятки вратарь Ромы. Это был, ребята, невероятный момент. Здесь, конечно, каким-то невероятным образом просто потащил мяч голкипер. Галкипер. Ляо навешивает. И вот как раз там Жиру навязывал борьбу голкиперу. Галлахер. Перекрыл здесь Ромео Лукаку. Хорошая скидка. Снова Галлахер. Играет в центр. Лофт ущик. Галлахер. Его дальние удары и крестовина. Вот вам и Галлахер, ребята. Этот парень тоже может бахнуть. Только в путь. Жаль, конечно, не получилось забить. Но красивый момент. Камори. Как же сложно играть против Лукаку. Как же, ребята, сложно. А здесь момент удар. Но, мне кажется, меня все здесь контролировал. Хоть и упал в концовке. Но это так, наверное, для публики. Остается 10 минут в первом тайме. И Кьяер. Кьяер постоянно убегает вперед. У меня не стоит никаких задач для наших игроков в центре обороны, чтобы они убегали. Ренату Санчеш. Хороший момент. Рома поактивнее действует. Но они играют дома. Последняя пятиминутка. Ляу. Видит забегание Тео Эрнандеса. Передача не прошла. Ну и, видимо, первый тайм на этом и будет закончен. Пока что не забили команды. Одну минуту добавляет главный арбитр. Из всего состава Тамори больше всех устал. Но мы его не меняем. Это все-таки один из таких основных игроков центральной линии. Кьяер, конечно, со своими забегами устал меньше, что странно. Но он и отдыхал в прошлом матче. А сейчас здорово. Чуквезе. Прострел в центр. Ляу. Момент удар и гол. Он успел даже обработать этот мяч. А дальше послать его в сетку. Вот такое вот начало второго тайма. Чуквезе простреливает. Одним движением, мне кажется, Ляу, если бы начал бить сразу, он бы попал в защитник. А так как раз он чуть-чуть подработал. И вратарю уже было очень сложно увидеть мяч из-за двух центральных защитников своей команды. Пятидесятая минута. Ляу забивает свой очередной гол в чемпионате. И счет становится 1-0. Хорошее начало второго тайма для нашей команды. Ляу берет разбег. Бьет поворотом. Попадает в голову кому-то из игроков стенки. И начинается тут же контратака хозяев. Ну здорово. Чуквезе. Передача в центр. Бен Асер. Его плотный выстрел. Но мяч свалился с ноги и ушел, к сожалению, далековато от ворот. Ну а Жиру снова, ребят. Вот вы видите, как играет Шешко. Даже с учетом того, что он в новую команду пришел. Он активен. Часто с мячом. А вот Жиру как-то пока совсем незаметен во всех этих матчах. Подача. Ляу пытался ударить головой. И как-то во втором тайме Рома без моментов. Ой-ой-ой, какой подарочек. На ногу прям Ромео Лукаку мяч выкинули. И нам показывают о состоявшемся трансфере. Насери присоединяется к Манчестеру Юнайтеду. Уж не знаю, что Эмьюс подвигло на этот трансфер. Новая атака Ромы. Сердар Азмун одним движением здесь раскачивает. Но Лофтус Чик молодцом. Чупезе. Кому теперь бежать. Чупезе может. Может качнуть соперника. Здорово развернулся. Лофтус Чик. Передача в центр. Скидка на Ляу. Ляу. Отсюда можно ударить. Ляу бьет. Галлахер. И его удар по воротам. Мяч пролетает рядом. Павло Дибало и Шешко появляются на поле. Но мне кажется, что одна замена, что другая уже запоздала. Но долго мяч не мог покинуть поле. Мы побеждаем со счетом 1-0. Довольно интересная получилась игра. Но во втором тайме как-то Рома подсдулась. В отличие от первого. И мы забираем три очка. И пока уверенно идем с тремя победами в чемпионате. У нас сегодня, ребята, супер жаркие матчи. Сейчас мы встречаемся с Интером. У которых так же, как и у нас, девять очков. У пяти команд сейчас еще девять очков. Все три матча выиграны. Здесь конкуренция-то похлеще, чем в карьере за МЮ. Но и у нас так же сегодня стартует еще и Лига Чемпионов. Давайте отправляться. Это выездная игра. И посмотрим. Вот состав Интера. Тюрам. Лаутара Мартинос. В Бастоне. Павар. Деврей. В общем, все сильнейшие на поле. Там еще Махитаряна заменит. Димарк. Дюмфрис. Арнаутович. Куадрада. Алексис Санчес. И у них, ребят, все в порядке. Видимо, Малина там у них с правого фланга. Ну, а вот составчик нашей команды. Здесь единственное изменение. Шешко сегодня на острие. И, ребята, поехали. И вот, казалось бы, у Милана сейчас хуже восстанавливаются игроки, чем в карьере за МЮ. Хуже настрой у некоторых игроков. Вот, например, Пулешич в прошлом матче не играл. Был большой перерыв. И он к этому матчу все равно не успел восстановиться. Я не знаю. Как будто иногда какие-то баги происходят. Но, тем не менее, у нас пока в чемпионате три игры. Три победы. И сейчас важная игра против Интера. Ну, а через пару дней не менее важная игра уже с Ньюкаслом в Лиге Чемпионов. Тео Эрнандес. Видит забегание Ляо, но не смог, не смог пройти мяч через Малина. Снова Галлахер. Много борьбы. Очень много борьбы сегодня будет. На всех участках поля. Шешко. Чуть-чуть с нарушением. Чуть-чуть подталкивал. Ну, а как иначе? Хочешь выиграть борьбу? Заставь соперника тебя бояться. Хорошая передача в центр. Лаутара Мартинас. Скидывал соперника буквально с плеч. Ну, и тут какая-то неразбериха. Дальний удар по воротам успевает. Успевает наш вратарь среагировать на этот хлесткий выстрел. И пока без особых моментов. Ну, да, был один удар по нашим воротам. Но это, ребята, для 22 минут матча очень даже мало. Получилось отбиться. А вот теперь Чуквезе может немножко тут встряхнуть соперника на фланге. Можно сыграть дальше. Пас на Лиау. И тут снова перехватывают. Сегодня пока ни одна передача от разных футболистов нашей команды не находит адресата впереди. Десять минут до конца первого тайма. Челка на глу. Разыгрывает на коротке с Бореллой. Бен Асер встретил. И тут же Ляу. Здорово. Но Ляу пока один. И Ляу-то просто несется по флангу, ребята. Малин пытается его встретить. Ляу здесь один. Я вот тут чуть-чуть запоздал. Был перерыв на сборные. И команда чувствуется немножко тяжело играет. Пас на Ляу. Тот делает скидку в центр. И снова все перекрыто. Как же здорово они действуют в обороне. Вот Интер. Это такая довольно непростая команда. И в Италии много таких клубов, которые играют в хорошо закрытый футбол у своих ворот. И поэтому пока счет 0-0. Ни они, ни мы не забили. Во всех последних частях FIFA с Интером играть очень сложно. Они очень здорово действуют у своих ворот. При этом кто бы ни находился у них в нападении, они здорово убегают. Я здесь ожидал, что все-таки пойдет дальше по флангу наш защитник. И Шешку сыграет с ним в стеночку. Но не тут-то было. Вот тоже иногда странно. То Кьяер, например, улетает в атаку, когда его не просят. То наоборот игрок обороны фланговый. Когда должен забегать, он берет и останавливается. Есть хорошая передача пяточкой. Тоже здорово. Лаутара Мартинес. Может ударить. Надо держать удар. Хорошо. Галлахер. Опасная передача. Удар есть. И нам снова везет. Тео Эрнандес. Проскакивает между двух. Тео пошел сам в атаку. Навес. Лофт ущит. Не попадает по мячу. Шешку. Залетел в штрафную. Убирает мяч под себя. Там в руку ему попал футбольный снаряд. Но Шешку додавливает соперника. Шешку. Передача на Леау. Леау с мячом. И вот сейчас можно убегать. Леау. Это твой выход. Длиннющие ножки Леау помогают ему убежать. Леау забить. Это 1-0. Это Леау. Ребята, он просто лучший игрок. Вчерашней, сегодняшней серии. Я не знаю. Я не знаю. Как будто вот действительно он просто затыкает мне рот и говорит, что... Ты мне не верил? Ты говорил, что не чувствуешь мою игру. На, почувствуй. Голы один за одним. Этот парень, ребята, просто неудержим. У нас выходит побега вместо Лофтуса Чика. Ну, Леау хорош. На быстрых ножках все-таки смог убежать, хоть и довольно тяжело. Давался ему этот рывок. У нас готовится еще двойная замена. Но заиграли эпизод. Ашешку чуть завозился. Опасно. Убрали мяч под себя. Лаутара бьет ближний. Где у нас, ребята, Чуквезе? Он один против всей обороны Милана. А точнее, Интер Милана. Удар есть. И мяч не попадает в створ. Леау. Неплохой заброс. И передача в центр. И забить. И вот так вот еще и второй Интер укладываем. А кто это, ребята? Кто это вышел и забил? Муса. Муса, ребята. А я говорил вам в прошлой серии, что этого парня очень неплохо ощущаю на футбольном поле. Он и в отборчиках здорово действует. И, как мы видим, у него есть голевое чутье. Буквально его первое касание. И он переигрывает Зоммера. И делает счет 2-0. Ну вот так Интер давил. Интер создавал. А по итогу Интер проиграл. У нас пока что серия без поражений. Четыре матча. Четыре победы. И мы продолжаем. Беспроигрышную серию. Но сейчас нас ждет Лига Чемпионов. Вот там посмотрим, что стоит ждать. Ну и я говорил, что игра, ребята, очень вязкая. Всего лишь по три удара было у каждой из команд. Но из трех ударов два гола мы смогли забить. Наша группа Лиги Чемпионов. Это Дортманская Боруссия, ПСЖ и Ньюкасл. Довольно серьезные такие команды. И будет весьма и весьма непросто. Мы первый тур проводим против Ньюкасла. Играем мы у себя дома. Ну и давайте взглянем на их стартовый состав. Кем же они будут играть? Кто у них приехал? Вот так вот выглядит стартовый состав. Теяк Балькантера, которого они приобрели, уже выходит с первых минут. Ну и как мы видим, последние пять матчей. Ничья, победа, поражение. Ну а мы пока на хорошем ходу. Они и в хорошем контрпрессинге действуют. И у нас сегодня есть несколько изменений. Сегодня Пулешич, Муса и Калюлю. Выходят с первых минут. Также Шешку на острие. Ну и ребята, погнали. А Шешку не успел прийти, как уже плюс один апнул. Он же был 77-й, когда мы его покупали. Стал уже 78-й. То есть парень растет как на дрожжах. Да, он пока может быть особо не заметен в некоторых моментах. Но нужно, нужно найти просто подход. Давайте вспомним Хойлунда в карьере за Ман Юнайтед. Так там первый сезон мы просто не ощущали этого парня вообще на футбольном поле. А его удары мимо ворот или бег, когда он заплетался в собственных ногах, это много. Здорово, Муса. Снова хороший отбор. Пулешич играет на Лофтуса Чика. Лофтус Чик. Навешивает. Но, к сожалению, мяч. Да, Шешку не дошел. Чтобы я не говорил про Ляу в первой серии, Пулешича пока вообще не ощущаю. А здесь хорошая блокировка. Первый угловой. Ньюкасл начинает уже потихоньку давить. По штрафной удар с разворота, но это так. Для галочки, как говорится, для статистики. Вот Муса. Маленький рейтинг, но посмотрите, что творит парень. Если бы здесь еще передачку выдал. Ньюкасл в атаке. Неплохо пока здесь разыгрывают. Мы как кошка за мышкой бегаем. Подача на дальнюю штангу. Хороший пас в центр. Галлахер. Ляу. Шешко. И Шешко видит забегание Лофтуса Чика. Ребята, у Шешко есть вот это вот чутье. Когда видит он забегающего партнера. И Лофтус Чик открывает счет в этом матче. Если я не ошибаюсь, Лофтус Чик же в свое время тоже в Англии поиграл. Или нет? Но здесь Шешко. Как он здорово увидел. И прям четенький пас, ну и Лофтус Чик шикарно забегает. Там жесткое столкновение с вратарем. Но это того стоило. Тридцатая минута. 1-0. Лофтус Чик, ребята, выводит Милан по-хозяйски вперед. Ну а Нью-Кассел. Ребята, профукал этот момент. Упустили. Упустили они игрока нашей команды. Здесь шикарнейший подкат от Калабрии. Ляу забегает. А вот тут свободная зона. Ляу может убежать, ребята. Трипьер-то уже староват. Ляу, забить. Хотел как рукой, так аккуратно закинуть в дальний. Галлахер. Решил слева ударить. Мне кажется, если бы бил правой, было бы поинтереснее. Здесь грубый фол в центре. Может быть желтая. Но надеть хотя бы бескрасный. Даже желтую РФ не дал. Ну а сейчас интересная атака уже у Нью-Кассела. Я не сравниваю счет. Это Исак. Также хитро на отскоке действует, как и наш Ляу. В некоторых моментах. И если с плотным ударом наш вратарь справляется, то здесь Калабри чуть-чуть потерялся. И счет к перерыву становится равным. Ничья 1-1. Начинаются вторые 45 минут, ребята. Мы пока играем в ничью. Нью-Кассел вроде искали весь тайм свои моменты. Но смогли его найти только лишь в конце. Тео Эрнандес. Передача в центр. Галлахер. Пас на Мусу. Здорово. Муса здесь один. А вот до Лофтуса Чика немножко передача не дошла. Он берет разбег. Бьет поворотом. И ребята укладывает просто конфетку. И вот здесь он сделал просто все шикарно. Это шедевр от Ляу. Забираю свои слова назад. По поводу того, что я его не чувствую. Этот парень умеет, по-моему, все. Посмотрите, как он забил. Просто шикарно. Между двух голов и, главное, таким небольшим еще парашютиком. Мяч опустился под перекладину. Казалось бы, что высоко летит. Я уже думал, все, перекладина. Но нет. Он в последний момент опустился. Ой-ой-ой. Ошибся. Калюлю ошибся. Дальний выстрел. Через ногу нашего защитника мяч полетел. И Галлахер открывается. Здорово. Галлахер. Классно развернулся. И удар в ближний. Галлахер, ребята, знает, как играть против английских команд. Продавили здесь игрока нашей команды. Галлахер, Галлахер. В какой моментище, ребята, из штанга. Это Альмирон. Передача в центр. Скидка. Побега разворачивается. Побега. Удар поворотом. Какой голище. У нас просто что ни голы, ребята, то какие-то сумасшедшие пушки. Вот вам и побега. Рейтинг 75. Даже такие парни в нашем составе играют на кураже. Просто сумасшедший мяч. Сумасшедший мяч, ребята. Какой-то дичайший фарт в Лиге Чемпионов. Но это просто фантастика. Просто с левой ноги в дальнюю 9. Получите, распишитесь. За 10 минут до конца мы у себя дома громим Нью-Касл. А вот до этого гола-то был моментик. Еще здесь опасный выстрел. Ну и наш вратарь. Он тоже доказывает, что я был неправ, ребята. Но это пока. Это пока. Не то, что сил нет, ребята. Нет мотивации. Победа 3-1. Мы забираем первые 3 очка на групповом этапе Лиги Чемпионов. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал.